Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы с вами познакомимся с молитвенным опытом нашей гости. Мы прочтём слова из Священного Писания и, конечно же, будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу, и прочтём те, которые вы пришлёте во время этого эфира. И предлагаю в самом начале попросить у Бога благословений. Помолимся! Господь, Отче наш Небесный, Господь наш и Бог, мы так Тебе признательны за жизнь, так признательны и за этот день Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что солнце ещё светит, и нас здесь тепло, и вообще вся природа радует нас и тянется душа к жизни. Господи, спасибо Тебе за этот дар жизни и за эту возможность сегодня рассказывать о Тебе, о Твоём любящем характере. Спасибо за эту возможность сегодня делиться молитвенными опытами о том, как Ты слышишь молитвы людей и отвечаешь на них. Господь, благослови этот эфир, чтобы всё, что будет сказано здесь, было только для Твоей славы, потому что Ты, Ты великий Бог, и только Ты один достоин хвалы, поклонения и славы. Наш любящий Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Друзья, прямо сейчас Вы можете написать Ваши молитвенные просьбы и слова благодарности нашему Богу внизу, под этим видео в строке комментариев. Также Вы можете выслать их текстовым сообщением, если Вам так удобно, на номер телефона 916-827-8540. Мы прочтём их в прямом эфире и передадим наши молитвенные группы. И ещё, если Вы находитесь в округе Сакраменто или на ближайшей территории, и у Вас есть молитвенный опыт, который мы хотели бы поделиться здесь, на нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и этот эфир станет благословением как для нас, участников, так и для тех, о ком мы будем молиться. Ну а сейчас пришло время представить гостью нашей передачи Лидию Олейник. Лидия, здравствуйте. Добрый вечер. Большое спасибо, что согласились прийти к нам на передачу и поделиться своим, я уверен, богатым жизненным опытом и ответом Бога на ваши молитвы. Прежде чем наши зрители услышат вашу историю или молитвенный опыт, хотелось бы, чтобы те, кто вас не знает, хоть как-то смог познакомиться с вами. Скажите, откуда вы родом? Я родом из живописного уголка, это Закарпатье, город Мукачево. Ну да, слышал, конечно. А то у меня первое, думаю, живописное, думаю, неужели Сакраменто? Нет. Хорошо. А как давно вы живете здесь, в Сакраменто? Да. Если брать во внимание, мы уже второй раз, потому что первый раз муж учился здесь, мы были как семья. Вот, это в 90-х годах, потом мы уехали, закончили там служение и приехали сюда в 2008 году. В 2008, ага. 15 лет в этом году. Значит, вы когда сюда ехали, в 12 лет вы здесь, вы сюда ехали, вы уже знали, куда вы едете, да? Да. Не так, как некоторые, например, да? Дети уже были здесь. Дети уже здесь были, да? Вы просто к детям приехали. Хорошо. А скажите, а что за учеба была? Значит, мой муж пастор, и он учился здесь, хотел очень выучить английский язык. И когда его пригласили, конечно, он воспользовался этим и приехал сюда, и учился здесь. Ну, когда уезжал, сказал, что на полгода. Но это вылилось в три года. Но он не богословский какой-то? На богословском факультете учился, да, богословский, да. Хорошо. В семинарии. В семинарии. Расскажите немножечко о своем детстве. Вы родились в семье верующих родителей, так? Да, я родилась в семье верующих родителей, и не только верующих, а мой отец был пастором. То есть вы ребенок пасторской семьи. Пастор, да. Понятно, хорошо. Значит, вы с детства уже знакомы были с Богом. Насколько детское сознание вообще вмещало, да? И с детства вас уже учили молиться, так? У нас папа, у меня папа был действительно священником. Он нас собирал и утром, и вечером. И у нас было богослужение. Утром пение, с пением, утренний страж, молитва. Ну, естественно, что там по очереди все дети молились. А вечером обязательно прочтение чего-то там, дух пророчества или что. И тоже молитва. То есть мы с самого маленького привыкли молиться. Интересно. Ну, скажите, вот вы помните, вот в детстве вот все молятся. Вот, ну, наступил какой-то возраст, когда вы уже осознанно стали молиться, да? Вот. Ну, а что вы чувствовали, когда все молились? Вот мне просто интересно. Вот в семье вот все молятся. Какие ощущения? Вот. Вот сейчас моя очередь. Были мысли, о чем я буду молиться сейчас? О чем мне попросить Бога? О чем поблагодарить? Я думаю, что таких мыслей не было. Я не знаю, я не помню этого, чтобы... Не помните, да? Да, чтобы думать, о чем молиться. Ну, это было частью вашей... Мы научили нас, что мы должны, во-первых, благодарить Бога, вот, что там произошло в течение дня, или что перед нами стоит, или что будем кушать, да. И потом отдавать Богу в руки, там, день или ночь, чтобы он нас хранил, вот, такая детская молитва. Ну, получается, это с самого детства молитва была частью вашей жизни? Да. Так. Ну, мне еще вопрос. Скажите, а вот когда вы выходили замуж за Михаила, он уже был пастором? Нет, он не был пастором. Не был. Не был. Так, интересно. То есть, когда уже создалась семья, вот, вас пригласили на служение, какая была ваша реакция? Он пришел, сказал, вот так и так, да? Вы знаете, так интересно, потому что буквально мы несколько месяцев, там, не знаю, 8-9 месяцев были женаты, и нас посетил брат служителей с далеких краев, как говорится, Сибири. И он увидел, что муж очень способный, очень память хорошая. И он пригласил его, как раз были там отделы разные собирались, он пригласил его на эти отделы, чтобы он посмотрел. Он поехал, посмотрел, ему очень понравилось. Вот, и когда приехал домой, говорит, все, мы едем на служение. Мы, конечно, не знали, куда, что, потому что в то время, пока ты не дал согласие, что ты едешь, тебе не говорили, куда ты поедешь. Ага, так он приехал, интересно, поставил вас перед фактом, мы едем на служение. То есть, он уже дал согласие там? Наверное. Но он знал, куда едете? Нет, он ничего не знал. Ага, значит, это в процессе еще, это все было в процессе. Ну, скажите, что вы почувствовали, когда вот он говорит, мы едем на служение? Естественно, я не была готова, была, ну, как шок, как говорится, куда едем, что едем, как, знаете. Потому что у меня отец был с пастором, но он все время находился на одном месте. Он был областным проповедником, обслуживал Закарпатскую область, Закарпатскую областью обслуживал. Вот, поэтому у меня не было опыта переездов или чего-то, и тем более из дома тогда, ну, ехать куда-то в Сибирь. Слушайте, ну, вы вообще, получается, хоть и в пасторской семье, но в идеальных условиях вы росли, да? Можно сказать так, да. Ну, а вот когда вы дали согласие, ну, Михаил сказал, все, мы едем. Вы не сопротивлялись, ну, едем так едем, да? Волнение было? Было, конечно. Ну, во-первых, потому что не знаешь, куда едешь, что там нас ожидает, как, ну, одно слово для меня, Сибирь, это было что-то такое, знаете... Да, далекое и холодное. Да. Ну, а скажите, могли бы представить, вот, что пасторская семья – это постоянные переезды, это постоянное решение проблем членов церкви, это постоянная смена мест учебы ваших детей, это, ну, ваши, по сути, дети в связи с переездами, с... Некоторые спрашивают, почему ты сказал, что, вот, пасторские дети особенные? Ну, они действительно особенные, и от них больше ожидается всегда у членов церкви, вот, и так далее, и так далее. В общем, не будем говорить всего, вот. Вот, но, вот вы это могли представить, что вот это все вас ожидает? Я, честно говоря, не могла представить, что нас ожидает впереди. Вот, поэтому, конечно, молодость берет свое, то есть, даешь согласие и надеешься на Бога, что Бог будет руководить этим всем. Мы молились об этом, естественно, вот, чтобы Бог помог нам в этом вопросе, разрешить его, как правильно, в очах Божьих. И все-таки вы ехали на служение, вы ехали служить Богу. Вообще, вот, в молодости вы любили служить в церкви? Вы знаете, да, я была часто вот молодежным руководителем, помогала молодежи, было задействовано в служении. Как человек, вы энергичны? Наверное, да, достаточно энергичны. Хорошо. Ну, ладно, не буду вас больше загружать вопросами. Ну, а сейчас расскажите, какой вы молитвенный опыт приготовили к нам на передачу? Вы знаете, когда я решилась прийти к вам на передачу, я стала думать об этом, и как бы окунулась опять в те годы, то, что происходило. Вот, и естественно, что я стала очень переживать, потому что это был особенный, как бы, момент в нашей жизни, в нашей семье. У нас не было пять лет детей. Когда вы уехали в Сибирь? Да, мы уехали в Сибирь, я даже вижу в этом пройдение Божье, потому что, когда мы приехали в Сибирь, первое место наше было Барнаул, Алтайский край. Холодный, морозный, градусов до 45 минус было. То есть я помню, когда мы приехали туда, у меня даже одежды не было. У меня была демисезонная одежда, это Закарпаттик. Вот, и я сказала, я не буду валенки носить. Ну, когда первый раз мы поехали с мужем в магазин, я поняла, что я уже ног не чувствую, я вообще, как будто бы на мне ничего нету. Вот, поэтому мы пошли валенки покупать сразу. Вот, ну, и естественно, что мы прожили там три года, и у нас был дом шлаколитой, и было печное отопление. Утром мы вставали, наши стены были в Инии. Представьте себе, если бы дети родились в этих условиях. Утром никому не хотелось вставать с постели, потому что надо было огонь разжигать и все такое. Потом, я помню, наши родители просили брата Зузулина, который был руководитель в то время, дайте их поближе, потому что это было от дому шесть тысяч километров. Мукачево, Барнаул. И что думаете, что произошло? Дали нас ближе? Еще дальше. Дальше дали, еще шесть тысяч километров. Самый конец, Владивосток. Вот, приехали мы во Владивосток. Владивосток был пограничным городом, где нельзя было прописаться, нельзя было дом купить. И поэтому нам пришлось покупать дом ближайшей, там станица угольная, это 30 километров от Владивостока. Вот, и там мы поселились, там то же самое, печное отопление, воду возили бидонами. Вот, ну, условий таковых не было. И получилось так, что в то время у нас служение, несмотря у нас машин не было, не было никаких, мы пользовались постоянно электричками, доезжая до Владивостока. И от дома до электрички еще 15-20 минут, представляете? Там были сильные ветра часто. И вот через некоторое время Бог нам подарил доченьку. Это был 79-й год. И мы были очень рады, благодарны Богу, потому что мы просили долгое время, мы молились Богу о том, чтобы он нам дал детей. Ну, прошло некоторое время, начались холода. А вот что еще я хочу сказать, что я была дирижером хора. Я закончила дирижерское хоровое отделение, да. И у нас служение происходило в пятницу, в субботу утром, после обеда, в воскресенье и в среду. Еще и в воскресенье даже? Да, то есть почти каждый день был задействован. А вам 30 километров надо доводить? А, 30 километров, да. И мы были молодые, полны энтузиазма, ездили, не задумываясь, знаете. Я просто сейчас смотрю, какие условия у людей, и нет времени для этого. Мы посвящали очень много времени для служения, слава Богу. И естественно, когда ребенок родился, мы его с собой тащили всюду, в этих условиях. Даже я помню, однажды женщина мне спрашивает, куда вы постоянно этого ребенка тащите? Вот закутаем, знаете. Вот когда нашей доченьке исполнилось 9 месяцев, она сильно заболела воспалением легких. Ой, ребенок по воспалению легких. Воспаление легких. И это происходило, видимо, что у нас дома из-за того, что остывало, печное отопление, на топе жарко, к утру холодно, не уследишь, где-то ребенок раскрылся. И так получилось, что в этот момент как раз мужа дома не было. Так как он служителем был, он тоже обслуживал разные точки. Встречи были разные. Меня забирают в больницу. Вот и начинают ребенку колоть каждые 4 часа пенициллин, по-моему. Да, это обычно в то время пенициллин. И от этого ребенок начинает, как говорится, не улучшаться, а его здоровье начинает ухудшаться. Не пошло, значит, лекарство. Ну, я не знаю, может, от реакции на лекарства, не знаю что, но она перестала кушать, перестала кушать, перестала пить, ничего. И однажды врач, когда пришла на обход, посмотрела на нее, знаете, на ее состояние, она говорит, я вас буду переводить в инфекционное отделение. То есть она такое заключение сделала. Нет, в инфекционное отделение. А мне женщины говорят, которые там были рядом со мной, говорят, ты знаешь что, если ты попадешь в инфекционное отделение или больницу, то там надо быть 21 день. То есть 3 недели тебя не выпустят оттуда. Вы представляете, я в таком состоянии, мне теперь надо решать, что мне делать, как мне быть, как поступить. Я, естественно, стала молиться усиленно, стала молиться, господи, что мне делать, с мужем связи нет, с кем связи нет, ну, кто мне может в этот момент помочь, кроме Бога, что делать. И вот это врач говорит, я вас буду переводить, скоро приедет за вами скорая помощь и вас отвезут. Я уже, знаете, так стала строить, как бы, мысленно такие планы, как я буду оттуда сбегать с этой инфекционной больницы. Вот, но я молилась, как говорят, ночь бдения, у меня был и день бдения, и ночь бдения, потому что это полностью положилось на Бога. Господи, ну ты дал нам этого ребенка ради какой-то цели, мы просили тебя, пожалуйста, помоги, исцели, что делать, как быть. И вы знаете, молитва, как говорится, передвигает горы. Вечером пришла ко мне одна сестра. Извали Галина Ивановна, да, из церкви. И я ей рассказываю, так и так. Что интересно, день прошел, меня не перевели, не приехала скорая помощь, чтобы перевезти в инфекционную больницу. Да, она сказала, что вот вы должны переехать, и вдруг день прошел, а меня не привезли. Вот она приходит, я ей рассказываю, она говорит, слушай, ни в коем случае, ни в коем случае не соглашайся с инфекционной. И рассказывает мне свой опыт, что ее дочку шестимесячную, тоже, она попала с ней в больницу, и ей кололи, не знаю, знаете, как у детей ищут вот это, колоть вену, вену, да. И говорит, я слышу, она так кричит, ее не пустили, маму туда не пустили, она так кричит, говорит, я рвусь туда, меня не пускают. И вдруг какой-то врач заходит, и я, говорит, за ним прямо, знаете, вот забежала, говорит, я смотрю, ребенок уже глаза вот так, и все. И ребенка нет. Когда она мне это рассказала, я говорю, ой, господи, помоги, что мне делать? Она говорит, ни в коем случае не соглашайся, говорит, я утром приеду, и мы будем, я тебя забираю. То есть, и уже должен был и муж приехать. Вот, и мы молились, чтобы уже муж приехал, чтобы мы как-то решили все это вместе. Вот, ночь, не знаю, с каким сердцем я эту ночь пережила, но ребенок уже был полностью, знаете, как обмякший, я только знала, что ему, ей надо давать водичку пить, чтобы не было обезваживания. Вот, утром приходит врач, говорит, мамочка, что вы здесь делаете? И я говорю, да, ну как, я же должна быть венфекционной, я здесь. Как это так? А перед тем, как врач приходит, нет, значит, врач пришла и говорит, как вы здесь еще, почему вы здесь? И я говорю, ну, не знаю, нас не забрали. Вот она пошла там, знаете, говорит, нагоняй давать, вы здесь всех детей, говорит, заразите. А в это время пришла эта сестра опять. И я ей, да, я ей сказала врачу, вы знаете что, я отказываюсь ехать в инфекционную больницу. Как это вы отказываетесь? Вы что, вы думаете, что вы делаете? И вот, когда она пошла там наводить порядки, чтобы за мной приехали скорая помощь, эта сестра приходит и говорит, я ей говорю, знаете, она мне требует, чтобы я написала расписку, что я отказываюсь ехать, ну, снимать с себя ответственность. Она говорит, хорошо, ты напиши, говорит, напиши, что в связи с тем, что нету лабораторных подтверждений того заключения, что вы сделали, я отказываюсь. А, ну да, в отличие. Вот, ну я ей сказала так. Она, конечно, недовольная врач, что и оказывается, что что случилось? Случилось то, конечно, это было вмешательство Божие, что скорая помощь сломалась. Просто сломалась. Сломалась. И целый день, представьте себе, Бог дал это время, чтобы вот эта сестра пришла, чтобы она мне помогла, чтобы она рассказала свой опыт. И по стечению обстоятельств, что интересно, она несколько лет тому назад тоже была здесь же, в Сакраменто. Она уже отошла, уже успокоилась, Господи. Вот. И Анжела лично имела возможность отблагодарить ее. Да вы что? Да, потому что мы не виделись годы, мы не виделись, и вдруг такая вот обстановка была. Встреча. Скажите, а ее ребеночек что, умер? Умер. Шесть месяцев. И вот представьте, вы столько лет ждали рождения Анжелы, и вам тут такое говорят, что вот у меня опыт, вот здесь, в этой инфекционной, вот закололи и ребенок умер. Вот у вас страх какой-то был. Был страх какой-то? Ну скажите, это ли не Бог всем этим руководил? Ну если скорая помощь сломалась, и все как-то не вязалось, не связывалось. Ну а что дальше? Она же все-таки требовать как-то она должна. Что дальше? Она же здесь не может вас оставить? Дальше приехал муж. Так. Да, и мы тот же утро, мы уже собрались уходить. То есть мы выписываемся с больницы, она же не может нам как бы воспрепятствовать. То есть она делает все возможное, но мы говорим и уходим. Мы уходим. Воспаление легких. Вы решили уйти? Мы решили уходить, потому что мы не хотели в инфекционную больницу. И вот мы выписываемся с больницей, и получилось так, что наша дорогая сестра пригласила нас к себе на квартиру, потому что она знала, что у нас там условий таких нет. Говорит, у меня квартира, постоянная температура, вот приходите ко мне. Хотя у нее была одна комната и квартира, и мы поехали туда к ней. Вот когда приехали туда, Анжелка вообще уже голову не держала, представляете? Ну что, в 9 месяцев уже не могла держать. Не могла голову держать, уже все, падала вот так вот. Мы молились, и вы знаете, мы только приехали домой, уже прибегает то ли врач, то ли медсестра. А эта сестра жила на втором этаже, и было видно через окно телефонную будку. Она говорит, что это вы делаете? Вы угробите ребенка, вы не успеете до телефонной будки добежать. Представляете, вот такое нагнетение. Вот было, что действительно было очень тяжело решать, вот настолько, потому что думаешь, ну что может произойти, ты не знаешь. Но мы доверились Богу и решили, что Бог нам поможет в этом вопросе. Вот мы сказали, вы свое лечение показали, теперь мы будем лечить. И мы начали лечить. Нам как редки ничего не выписали, никакие уколы, ничего. Мы начали лечить натуральными, натуральными средствами. Водолечение, сенная труха, тоже поливание. Вот, ну, то, что Бог нас учит. Ну, как в народе, вот, лечат народными средствами. Да, 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 обертывание, обертывание. И, конечно, это длилось дольше, но, слава Богу, ребенок пришел в себя, и все. И все, и выздоровело. Слушайте, воспаление легких, это очень опасное заболевание. Да, очень опасное. Мне говорили, что ребенок может уснуть и просто не проснуться. Вот это да. Это было сложное, сложное время. Да, как Господь вам подарил ребеночка, и тут такое горе, и такие переживания. Я представляю, как вы молились. Я представляю, Михаилы, вы, сколько вы пережили. Ну, видите, Господь взял и позаботился о вашей Анжеле, вот, и подарил ей, и продлил ей жизнь. Ну, как вы говорите, значит, для чего-то, для чего-то он ее держал. Он оставил ее живой. Слава Богу. Да, слава Богу. Да. Ну, и вот так вот вы и жили там, потом вы переехали, да, уже к себе домой. Да, вы знаете, еще интересно, что были несколько таких опытов, именно связанных с Анжелой. Вот, один из них, так как мы часто, надо было мне также сопровождать мужа, помогать ему в служении. Ну, пасторское служение. Да, и наши сестры пожилые говорят, к чем мы можем вам помочь? Ну, говорит, Михаил говорит им, ну, вы миссионерскую работу не можете совершать? Мы пойдем на миссионерскую работу, а вы тогда смотрите за нашим ребенком. Ну, и сестры соглашались. Ну, хорошие, надежные сестры. Ну, разные сестры, разные, не то, что одна сестра, разные сестры были. Потом, впоследствии, была уже более одна, вот, а, и был такой момент, что мы, когда вернулись вечером со служения, мы пришли домой, у нас все в дыму, все в дыму, а у нас дом был деревянный. Что случилось? Эта сестра, она боялась, у нас был газовый баллон, можно было подогреть, но она боялась этого газа, и поэтому она брала такой кипятильник был, думает, нагрею воду и нагрею питание для ребенка. И что получилось, она вместо, у нас такая была, как бы, летняя кухничка там, она вместо кипятильника включила, был там такой электрический камин, и ушла туда к ребенку. Не знаю, через сколько времени она вернулась, но перед этим камином стояло что-то там бумажное, и начало все тлеть. Все черное, мы когда пришли, все черное было, даже предбанники, это просто Божье благословение, что дом не загорелся. Что не загорелся. Не загорелся дом. Представляете, через некоторое время она возвращается, она уже ничего не видит, ничего, только помнит, что там где-то надо выключать. И слава Богу, что ничего не случилось, потому что этот шнур уже был перегоревший. Что она не взялась за него. И вы вовремя приехали. Если можно, еще один такой короткий. Тоже одна сестра, которая была большой миссионеркой. Мы тоже оставили, помню, мы ездили, по-моему, в Хабаровск на служительские встречи. И она решила с ребеночком пойти миссионерничать. Она была маленькая, не знаю, может, полтора годика, два годика. И были такие колясочки. Да, она должна была сидеть с ребенком, но она решила пойти миссионерничать. И такие колясочки были, как складные, знаете. И вот она садилась в трамвай, поставила ребенка на эту первую ступенечку и складывала эту коляску. В это время водитель закрывает двери и едет. Она бежать за этим трамваем, сама упала тоже, знаете. Тут люди начали кричать. Остановите, остановите. Ребенок здесь, бабушка там осталась. Водитель останавливается, открывает дверь. Ребенок падает на улицу, выпадает с трамвая. Представляете? Ой, Анжела, сколько ей... Представьте себе, это просто, когда мы узнали об этом. Благодарность Богу. Только Бог хранил молитвами. И вроде бы хорошие сестры, да? И вроде бы хотят лучшее сделать. А видите, как? А все равно хранит Господь. Ну, слава Богу, потом у нас появилась настоящая бабушка, которая действительно очень помогала нам нам. Потом вышла на пенсию, переехала к нам жить. И пять раз уже была в Америке. И приезжала в гости. 88 лет. Слава Богу. Сестра Наталья Федоровна. Да, слушайте, получается так, что Господь как же хранил Анжелу. Вы хотели служить, понятное дело. И вот людей просили, и все. А вот все равно хранил Господь. Не говоря уже о том, какое чудо Он сделал там, в больнице, что она с воспалением легких, маленький ребеночек, 9-месячный, и все-таки народными средствами Господь ее через народные средства понял. Слава Богу. Спасибо большое вам за эти богатые разносторонние опыты. Слава Богу. Да, друзья, а вы никогда себя не спрашивали, насколько вы доверчивы? Легко ли вы доверяете другим самое дорогое в вашей жизни? Я, конечно же, не говорю о пароле вашего банковского счета. Нет. А о том, что современная жизнь заставляет нас, родителей, на время доверять самое дорогое, наших детей, воспитателям детских садов, школьным учителям, врачам и медсестрам, аниматорам и так далее, и так далее, и так далее. Легко ли это вам дается? Вы каждый раз молитесь, передавая другим свои живые драгоценности. Удивительные истории нашей гости, Лидии, говорят о том, что даже самые надежные и ответственные люди не могут гарантировать безопасность. Во всем мире есть только один гарант — Господь. Вот когда происходит что-то серьезное, тогда мы день и ночь просим Бога сделать чудо. И в этот момент наша близость к Господу и доверие Ему находится на пике, на вершине. А как вы думаете, была ли доверчивой та санамитянка, которой Бог подарил сына, по слову Елисея? Да, она была обычной женщиной, которая даже доверила мужу сына в поле. И главное, во время жатвы, жара, все заняты своим делом. И она доверила маленького своего сыночка мужу. Но что происходит, когда ее сын умирает? У нее на руках. Доверяет ли она человеку? Мужу или Гиезию? Вот возьмем Гиезию. Человеку доверяет? Он же служитель. И у него даже посох самого Елисея. Он должен был выполнить его задание, взять посох, ни с кем не встречаться, не разговаривать и положить на этого мальчонку. И как реагирует мать? Давайте мы прочтем. Мать мальчика сказала Елисею, Господом клянусь и жизнью твоей, не отступлюсь от тебя. Тогда он сам встал и пошел с ней. Помните, что делал Елисей? Да, молился. Он не просто приложил свой посох, он молился. Для матери важно, чтобы рядом с ее сыном присутствовал и действовал сам Бог. Он гарант. В случае с сыном Санамитянки и с дочерью нашей гости, Бог совершил реальное чудо. Хотя он не всегда делает так, как нам хочется и как мы просим. Ведь Бог мудр в своем проведении. Единственное, что он безусловно совершает в жизни наших родных, любимых и драгоценных, так это постоянный процесс борьбы за спасение для вечности. Это он делает постоянно, безусловно. И вы знаете, много к нам на передачу приходит и молитвенных просьб, и так я письма получаю. Понимаю. Сегодня очень многие переживают за своих детей, за своих родных и близких людей. У многих сегодняшняя реальность такова, что надежда на спасение их родных рассыпается на мелкие кусочки. Сомнения и страх за родных терзают душу многих христиан. И мы с вами понимаем, что не можем контролировать будущее наших детей, наших родных, близких. Но разве любящий небесный Папа не держит все под своим контролем? Разве не Он говорит каждому из нас, «Не бойся, я с тобой, ничего не страшись, ибо я Бог твой. Я придам тебе силу и помогу тебе поддержать тебя, праведная рука моя», — говорит Господь. Знаете, друзья, может нам стоит просить у Небесного Отца для себя веру в будущее наших родных, наших детей, близких наших людей, вопреки сегодняшнему настоящему. Может быть, стоит просить у Него веру. И может, стоит, правда, молиться о наших драгоценных каждый раз, когда мы расстаемся с ними. И пусть даже на малое время. Ведь молитва — это и есть доверие. Доверие нашему любущему небесному Папе. А вы сами что об этом думаете? А сейчас я хочу попросить сестру Лидию совершить молитву. Сестра Лида, вы знакомы со всеми просьбами, которые пришли к нам на передачу. Помолитесь, пожалуйста, о всех просьбах. И, пожалуйста, помолитесь за пастырские семьи, которые сейчас вот в сложных условиях до сих пор. Многие живут в очень тяжелых, сложных условиях. И помолитесь, пожалуйста, за всех малышей, за всех деток, чтобы Господь их хранил для нас, для нашей радости. Помолитесь. Отец наш Небесный, мы весьма благодарны Тебе за то, что Ты на протяжении всей жизни хранил нас, оберегал, посылал благословения, отвечал на молитвы. Слава Тебе, Господи, за этот опыт, с которым я могла поделиться сегодня. И что Ты, Господи, был так благ и милостью. И Ты даровал нам детей, благословлял их. И посылал эти опыты, чтобы мы еще ближе встали к Тебе и понимали свою зависимость от Тебя, Небесный Отец. Мы просим Тебя теперь за все те просьбы, которые были высказаны сегодня, прочитаны, которые были написаны. Мы просим, Господи, чтобы Ты своим святым духом коснулся всех людей, которых касается это, которые на одрах болезни находятся, нуждаются в Твоей целительной руке, Господи. Дай, чтобы надежда, вера и упование не оставляли их, но чтобы они всегда доверялись Тебе. Твои руки влагали свою жизнь и постоянно стремились к Тебе, служили Тебе от чистого сердца и таким образом чувствовали Твою близость. Просим Тебя, Господи, за тех, кто находится в трудных обстоятельствах жизни, за Украину, и за тех, кто, Господи, находится в борьбе, нуждается в Твоем подкреплении. Ты, Господи, не остал. Просим, Господи, за семьи, которые просят молиться, за детей, за родителей, которые просят за детей своих, которые отходят от Тебя, Господи, и которые зависимы от разных игр. Ты дай победу, Боже, силой Твоей, потому что мы понимаем, что без Тебя мы ничего не можем делать. Так что просим Тебя за пастырские семьи. Ты знаешь, что есть много нужд, много даже обстоятельств и сложных обстоятельств, особенно сейчас и в России, и в Украине, Господи. Ты даруй, чтобы все с доверием могли совершать то поприще, которое Ты назначил. И однажды, когда Ты придешь, Господи, чтобы нам вместе возрадоваться и воскликнуть, вот Господь наш грядет, на Которого мы уповали, Он спас нас. Спасибо Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Большое спасибо Вам, сестра Лидия, и за молитву. Бога благодарности. Ему слава. Вам спасибо. И за тот опыт, которым Вы поделились. Я верю, Господь услышал. Сегодня так много больных, вот так много просят. И в больницах, с операциями, с этими. Очень много больных. Пусть Господь услышит и ответит. Еще раз Вам большое спасибо. Пусть Бог благословит Вас, Вашу семью, Ваших деток и внуков. Спасибо. Божьих Вам благословений. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. И я хочу еще раз напомнить. Если у Вас есть молитвенный опыт, которым Вы хотели бы поделиться здесь, в нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам обязательно, и мы с удовольствием Вас пригласим на программу. И я хочу сказать, что на следующей неделе мы также все-таки планируем выйти в эфир. И это произойдет в пятницу в 7 часов вечера по Тихоокеанскому времени. Пусть Господь Вас благословит, хранит и даст Вам всем хорошее здоровье.